Что если мы научимся жить правильно, а для этого надо сначала изучить? Вот как женщине, допустим, правильно? Перед ней стоит муж, НЛО, неопознанный летающий объект. Вот. Ну вообще непонятно, потому женщине трудно понять, как психика мужчины работает. Мужчине непонятно женскую психику вообще. Ну вообще непонятно. Но есть правило. Допустим, женщина должна вот так вот делать себя. Да, мы хорошие, да, согласна. Хотя она сто процентов не согласна. Всего того, что она в нём недостатков видит больше, чем он даже может себе представить. И всё запоминает это. Женщина-психика так работает, она всё плохое в мужа запоминает все его недостатки. И потом, когда он бяхнет хотя бы чуть-чуть, она ему выдаст пулемётом сразу. И он даже не сможет даже слово в ответ сказать, потому что он-то видит в нём только в ней, только хорошее. Она ему всё выдаёт сразу, пулемётом. И при этом надо вот так делать. Да, мой хороший. И это даст радость совершенную потом в сердце. Представляете? Фигня какая. Допустим, мужчина понимает, что женщина конючит сейчас. Каблучит, конючит, но неправильно себя ведёт. И он не должен ей об этом говорить. Должен ей говорить, всё будет хорошо, моя дорогая. Да, да, всё так, конечно. Они плохие. Всё правильно, всё хорошо. Но ты не расстраивайся. Они станут лучше со временем. Они уже лучше, по факту. Они стараются. Хотя он знает, что она просто сейчас в эмоциях находится. Но он к ней относится благородно. Понимаете? Но мужчине очень трудно это сделать, потому что женщина эмоциями разрывает его сердце. Он должен иметь силу внутри. И эта сила, возможность иметь эту силу — это наш долг. И поэтому человек каждое утро, который хочет пример радостной жизни показывать, он должен внутренней жизнью жить с утра. Он должен копить эту силу, батарейку заряжать свою, зубки своей души чистить, чтобы изо рта души не воняло. Как воняет изо рта души? Очень просто. Утром встал, кого-то увидел из близкого, да? За день так накувыркаешься, придёшь домой, там ты сидишь. Это называется «воняет из души». Понимаете? Воняет из души. Я вас не замучил? Нет, нет. А? Нет. Нет. Из моей. Кто виноват? Из моей. Да, 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 да. Ну, кажется, что воняет от него. В этом вся фишка, понимаете, заключается. Фишка именно в этом, что кажется, что воняет от него, а надо делать не так, как кажется, а так, как надо. В этом радость совершенна. Смотрите, идея в чём заключается. В этой жизни не надо доверяться первому чувству. Вот кажется, что он во всём виноват. Стоп. Расслабься. Так не бывает. В этой жизни всегда я во всём виноват. Ну, мне так не кажется. Хорошо, садись, помолись немножко. Ну, это неинтересно. Ну, извини. Тогда, значит, не будешь счастлив. Прими сначала судьбу. Ну, да, этот человек имеет свои экзамены. Он плохой с этой точки зрения. От него воняет сейчас, это факт. Но мне это не поможет. И ему, если я так буду думать, тоже не поможет. Поэтому я должен сейчас сказать себе, что это мои проблемы. Потому что Бог мне послал такое чудо не зря. Что были причины на это до этого. Самое интересное, что ты понимаешь причины, когда уже экзамен сдам. Потому что этот мир так устроен, что если бы мы понимали, почему мне такой человек дам, то тогда бы проблем никаких не было. Проблема в том, что мы не понимаем. Это означает, что надо сдавать экзамен, чтобы понять. Когда человек уже понял, какие проблемы. Вот мне достался такой человек рядом. Где-то три дня до того, как я сюда приехал, передо мной я видел глаза женщины, у которой ребенок психически недоразвит. Я видел в ее глазах жуткое отчаяние. Ну, она приехала лечить этого ребенка, чтобы я как-то ему помог. Она, видно, что было не сильно много рассчитан, но хотя бы чуть-чуть, чтобы он получше стал. Я увидел в ее глазах вот это чувство сильного неудовлетворения тем, что так получилось, что такой ребенок родился. И я не стал лечить ребенка. Я посадил ее рядом с собой, и мы начали с ней общаться. Я объяснил, что есть два типа людей в этом мире. Одним людям Бог дает простые экзамены, а другим дает сложные. Все зависит от того, как ты прожил прошлую жизнь. Если ты возвышенно жил прошлую жизнь, сильно и чисто, тогда Бог дает тяжелый экзамен, потому что ты сильная душа. Как на санскрите звучит «махатма». «Маха» означает «большая», «атма» означает «душа». Большая душа, сильная душа. Тебе Бог дает большие экзамены. Если ты слабенькая душа, маленькие экзамены. «Моя хата с краю, ничего не знаю, наплявать, наплявать, надоело воевать». Маленькая душа, такая у тебя жизнь, нет проблем. Я ей сказал, что вот смотрите, сейчас вам Бог дал вот такой экзамен, потому что Он рассчитывает, что вы можете его сдать. Никогда человеку не дается экзамен, который он не может сдать. Когда человек сдаёт большой экзамен, я заметил, что все люди, которые просто успокоились рядом с детьми-инвалидами, они все качественно выше внутри, качественно выше, чем все остальные люди на Земле. У них просто само присутствие инвалидов в семье уже даёт им возможность стать другими людьми, намного выше сознания. И поэтому радости совершенной в таких людей в жизни гораздо больше. Хоть все остальные об этом могут за всю жизнь не узнать. Но мы же живём не для того, чтобы кто-то там что-то узнал. Есть даже другие вещи, которые более глубокие. Я об этом сказал. И когда я это сказала, она в сердце очень сильно обрадовалась. Мне в сердце возникла радость. Она поняла, что происходит. Почему так в её жизни происходит? Почему у неё такая судьба? Зачем? Потому что она может сдать этот экзамен. Вы скажете, ну только не мне, только не мне. Второй пример. На девушке никак не могла выйти замуж. И я несколько лет подряд ей говорил, как надо женские качества развивать. Там она развивала. И всё равно никаких вариантов. Потом она говорит, ну посмотрите внимательно. Может, мне вообще не положено замуж выйти? Я посмотрел, вижу, точно не положено. Я говорю, вообще как бы невозможно выйти замуж. Она говорит, и что это значит? Что это значит? Я говорю, это значит, что надо идти в монастырь. И она такая, я так и знала. Она обрадовалась вот так и сказала вот такую вещь. Но вы бы не обрадовались. Видите, каждому человеку даётся своё в жизни. То, что ему положено. И радость её указала на то, что был правильный ответ от меня прозвучал. Правильный ответ. Скажет, ну смотри, в монастыре нет счастья. В монастыре в 10 раз больше счастья, чем вы можете себе представить. Там люди живут настолько глубокой жизнью, что нам и не снилось вообще. Это не для каждого человека такая жизнь. Все тут подумали, не для меня точно. Согласен? Так, движемся дальше. Дальше уже ещё выше. Понимаете? Хотя бы до этого уровня добраться, чтобы поступать так, как надо, а не так, как хочется. Потому что всегда есть выбор. Или поступаем так, как надо, что непонятно, или так, как хочется, что очень понятно. и легче, и понятнее. Вот в этом заключается экзамен, понимаете? Потому что есть Писание, там ничего не понятно. Зачем жить с тем человеком, который… Зачем подставлять вторую щёку, когда ударили по первой? Бред полный. Знаете, как индусы победили англичан? Независимость получили. Был один человек, которого звали Ганди. Он юрист по образованию. Это индус. И он очень глубоко понял, как устроен этот мир, и понял, как побеждать. У него знание о победе раздилось в сердце. И он понял, что побеждает тот, кто остаётся безупречным в поединке с неравным соперником. И в результате он начал учить. Первое, что он сделал, это в ЮАР была забастовка. И он объяснил всем, сейчас вас будут бить, не сопротивляйтесь. Не ругайтесь, не кричите, прощайте этим агрессорам. И тогда вы их победите только. И так как он очень убедительно говорил, они сделали так, как он сказал. И в результате этого поступка, что никто не сопротивлялся, и они не уходили, их били, они не уходили и не сопротивлялись, поэтому с ними ничего невозможно было сделать. У них было требование, требование вполне справедливое, как к ним надо относиться. Их пытались убрать с этого места, где они там демонстрацию устроили, но они не уходили и не сопротивлялись. Ну в результате их там как-то стащили оттуда, что-то сделали, но потом вся пресса начала кричать о том, что есть человек, который победил вот этих вот в ЮАР, этих вот людей, которые там эксплуатантно, как бы занимались вот этим вот. Этот человек потом поехал к себе на родину, в Индию. И он стал национальным героем с самого начала. Знаете потом, что происходило? Ганди говорит, сегодня не работаем, просто сказал. У него не было средств массовой, интернет не было. Просто сегодня не работаем. Ну имеется в виду через неделю. Через неделю вся страна не работает. Ни один человек не работает. Потому что сказал Ганди не работает. Знаете, какая сила? Его убить нельзя было. Потому что если убить, всех бы это англичан просто порвали бы сразу. Там стотысячная армия всего была против почти миллиард населения. Просто порвали бы их всех сразу. Понимаете? Не понимали. Ничего не могли с ним сделать. И он просто пришел к ним в один номер и говорит, ну вам надо уходить из страны. И мы вам даем хорошие условия. Будем с вами сотрудничать, будем торговать и все прочее. И сказал им, что будет. Так как они верили ему, кстати, англичане тоже верили ему, его условия, так же, как все остальные. Они без всякого просто взяли и освободили страну. Представляете, один человек победил целую страну. Один человек победил. Вот это вот подставь другую. Он так действовал все время. Никогда не сопротивлялся насилию. И всех учил этому. В результате появилась такая сила, что с ней невозможно было справиться. Но это не значит, что мы должны всегда так же поступать. То есть воин должен защищать страну. Танки идут, надо сражаться с танками. Это все понятно. Но я сейчас сказал, какая сила выше. Когда противник неравный, можно вот так победить. Но для этого ты должен быть таким человеком. Ты должен быть сильнее. Его много раз к нему бросали, вытаскивали, потому что были демонстрации против того, чтобы он сидел там. Ну то есть, понимаете, он один просто так себя вел, что никто не смог ничего с ним сделать. Видите, есть правило, закон священных писаний. Хотя бы один закон, если ты понял, тогда ты становишься огромной силой, личностью. Допустим, есть такое качество — простота. Простота. Это святое качество. Качество святого человека. На первый взгляд кажется, что простота — это фигня. Надо быть, наоборот, крутым. Надо одеваться круто так. Показывать, что ты нормальный мужик. Понимаете? Но Ленин, он не показывал никому, что он нормальный мужик. Он имел вот эту силу. И когда он выходил к людям и говорил, товарищи, все сразу становились его не просто по слову, а по жизни. Люди жизни за него отдавали. Просто за этого человека отдавали жизни из-за того, что у него было это качество. Простота. Одно качество всего характера или другое качество характера в святой Личности называется решимость. Я не говорю, что сейчас святая Личность обладала этим качеством, как и про Ленина тоже. Я не считаю, что это святая Личность. Просто привожу примеры о том, как люди интуитивно, желая того, не желая, просто следовали священным писаниям. Например, качество решимости. Как вы думаете, кто и обладал этим качеством? Гитлер. Да, то есть... Там он выходил к людям, начинал громко что-то говорить. Народ столбенел просто от его решимости. То есть все видели, что этот человек может действительно сделать то, что он говорит. Понимаете, у него была такая сила. Мы не будем сейчас говорить, что из-за чего было. Мы говорим сейчас о том, что есть какие-то черты характера, которые дают счастье в жизни. Не будем подробностей говорить. Да, Ганди, он был таким человеком. Он со своей женой жил священную жизнью. Но мы не будем сейчас об этом говорить. Нам это не поможет. Нам поможет то, что мы хотя бы поймем, что есть, это есть, это существует. Ну, допустим, если проанализировать личность Сталина, что дало ему возможность побеждать, быть, управлять страной? Что ему дало? Какое качество? Решимость? Нет. У него было терпение. Он был очень просто железно терпеливым человеком. Железно терпеливым человеком. У него была сила терпения огромная просто. У Сталина. И вся страна на этой силе терпения держалась всю войну. Понимаете? Так далее. Есть много великих Личностей. У каждого есть хотя бы одна черта характера, которая делала его победоносным человеком. Но вот, допустим, в семейной жизни есть простые черты характера, которые дают силу в отношении. Допустим, вот смотрите, изначальные, самые начальные базовые какие-то вещи, которые дают силу. У женщины нельзя, женщине нельзя, когда она создала семью, думать, просто думать, так настраиваться, что я могла бы себе найти получше. Вообще так нельзя, даже мысль такую нельзя допускать. Если допустила, до свидания, мужик. Мужик, мужика понесло. потому что в мужчину рядом с женщиной держит это чувство верности, её верности женской. мужчине ни в коем случае нельзя допускать идеи, что он слабее в чём-то своей жены. То есть он должен быть очень сильным рядом с ней. Что бы ни происходило, он не должен показывать свои слабости. Это тоже верность уже с мужской точки зрения. Понимаете, есть какие-то правила, которые надо соблюдать. Если ты без правил живёшь, значит жизнь будет фиговая. Вот и всё. Это то, о чём мы иди говорим сейчас. О том, что сказал вот святой Франциск, дай Бог, чтобы наши братья подавали под всей землей этот пример правильной жизни. Правильный или святой, это одно и то же. Разницы никакой нет. Пройдя немного далее, Франциск опять позвал брата Льва, запиши ещё, брат Лев, что если наши братья будут исцелять больных, имеется лечение тела, изгонять бесов, имеется лечение тонкого тела, или делать духовно слепых зрячими, это лечение души уже, запиши, что и в этом не будет радости совершенной. Движемся дальше, да? Пошли вперёд. Вот смотрите, первое, что человек в своей жизни достигает, мира в своей душе. То есть смотрите, всё зависит от того, насколько у тебя сильный контакт со святостью, с чистотой. Первая стадия жизни, детская стадия, когда человек на уровне детском сознания находится, я могу. Это вообще не воспринимается, как то, что может сделать человека счастливым. Это просто невежество. И всё. И некоторые люди до всю жизнь достигают каких-то высот в жизни, но так как они, вот это «я сказал», «я могу», то есть они рассчитывают только на себя в своей жизни, поэтому вот здесь вот у них ничего нет, просто одни понты. То есть отношений с собой глубоких нет в результате. Если человек верит в святость, в чистоту, у него есть как бы вера, у него есть пример чистой жизни перед его глазами, он верит в человека, который связан с Богом. Не просто в человека это означает создать себе кумира, а верить в человек, который связан с Богом, это уже не создать себе кумира, потому что человек, который связан с Богом, он никогда как кумир себя не ведёт. Он ведёт себя всегда как слуга, очень смиренно. Чем сильнее человек возвышен, тем меньше он себя считает возвышенным. Понимаете? Это очень важно знать. Итак, чем больше вот этой связи, тем сильнее человек справляется со своей судьбой. То есть у него в сердце появляется уже вот здесь вот мир в душе или спокойствие. Большинство людей живут беспокойно очень в жизни. Они постоянно беспокоятся о своей судьбе, о проблемах. Но есть люди, которые в результате внутренней жизни достигают спокойствия в сердце. Что бы ни происходило, они в состоянии спокойствия находятся, принимают судьбу. Спокойствие означает принятие судьбы. Иногда им требуется время, чтобы принять, но они уже знают, что они примут. У них есть это знание. Это самый первый этап счастья, быть счастливым. Самый первый. Есть ещё второй. На втором этапе человек начинает это чувство счастья передавать другим уже. Судьба продолжает его испытывать. То есть люди все вокруг такие, какие они были. Ничего не поменялось. То есть они каблучат, делают своё, мучают нас. Но когда человек на втором этапе находится, сначала физически он делает лучше людям, потом психически и потом душевно. Понимаете, что значит исцелять? Это означает что-то передать. Это не механический процесс. Нужна сила внутри, чтобы исцелять. Это означает, что у тебя уже там всё нормально внутри. Если ты там лодку напился, накурился, там, я вам помогу. Но ты себе сначала, брат, помоги, а потом уже пытайся кому-то другому помочь. Понимаете? То есть, ну как бы, чтобы другому помочь, надо сначала, чтобы уйти там, что-то было внутри. Что-то было. Понимаете, о чём говорю? То есть первый этап — это совершенная жизнь, пример. То есть ты сформируешь внутри себя вот это спокойствие или мир в сердце, радость. Ты побеждаешь судьбу сначала внутри. Потом уже начинаешь помогать другим людям. Если человек кому-то помогает в жизни, это не значит, что он уже там, у него полный мир. Просто бывает у человека какой-то отсек в жизни, где он силён. Вот кто-то, допустим, силён в том, чтобы заботиться о других. Женщины часто сильны в заботе. Мужчины, допустим, часто сильны в том, чтобы дать правильный совет. Но если человек даёт правильный совет, значит, в этой сфере он уже победил свою судьбу. Иначе совет будет неправильным. Понимаете, о чём я говорю? То есть о следующем этапе. Святой Францис здесь говорит о следующем этапе. Что есть ещё более высокий способ жить. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Как солнце поутру, пусть оно заходит в дом. Счастье сравнивается с солнцем всегда. Потому что в ведах описывается, что душа, она маленькую природу имеет. Мы маленькие душевные искорки. А высшая истина или Господь, она как солнце, очень огромное душевное. Это, по сути, одно и то же. Маленькая искорка и большое солнце — это одно и то же. Но когда искорка летит от солнца, она теряет себя, гаснет. От солнца означает жить своими заботами. Просто тем, что у меня в жизни есть. Оставь свои заботы, падения и взлёты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Дорога добра означает разворот к солнцу. Дорога добра. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой? Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Видите, то есть дорога добра означает к солнцу. Повернуться к солнцу. Это аллегория сравнения. Потому что солнце находится вот здесь, в сердце человека. То есть от сверхдуша. То, что указывает нам истину. Когда человек тело оставляет, то он видит свет в туннеле. Туннели — это психические каналы, по которым душа выходит из тела. А свет показывает сверхдуша. Или голос совести, голос истины. Удача. Удача там находится внутри. Она, сверхдуша, показывает удачу. Допустим, девушка увидела молодого человека. Один вариант. Что получился? Что получился? Она увидела. Что получился? Один вариант. Сердечко. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Сейчас будем наслаждаться. Кайф. Один вариант — это кайф. То, чего так сильно хотели большевики. Кайф. Теперь второй вариант. Она увидела молодого человека. И у ней вот здесь вот спокойно стало. Она поняла, что с этим человеком всё будет хорошо. Спокойно. Вот здесь спокойно. Это уже не кайф. Это значит, что сверхдуша сказала. Правильной дорогой идём, товарищи. Дом решили покупать? О, вот этот дом. Кайф. Цена маленькая. Дом хороший. Быстрее берём. Один вариант. Второй вариант. Дом увидели. Хотим покупать? Нормально. Спокойно. Быстрее. Просто спокойно. Чувствуете разницу или нет? То есть сверхдуша или вот эта совесть, или голос истины, или удача, она всегда даёт просто ощущение мира или спокойствия. она не дает быстрее. Это быстрее, это не сверхдуша. Это значит, что надо подумать. Если хочешь быстрее покупать дом, надо подумать. Может, не надо вообще его покупать. Или надо успокоиться, подождать, когда в спокойном состоянии ты будешь думать об этом. Видите, все в нашей жизни связано с внутренней жизнью. Сначала внутренняя жизнь, а потом внешний поступок. Сначала преддействие, потом действие, и преддействие — это главное. Если ты внутреннюю жизнь не оформил, то там уже ловить нечего. Перед тем, как экзамен сдавать, сначала в сердце мир почувствуй, а потом иди сдавай уже. Иначе там ничего не будет хорошего. Потому что если у тебя в сердце мир, и ты с наглыми глазами держишь билет, который ты не знаешь ответа, не бойся, иди, садись и пиши. И даже если ты написал не то, у тебя в сердце мир, тебе все равно троечку поставят. Ты скажешь, ну мы чувствуем, что ты учил. Но если у тебя ты не учил, в сердце мира не будет, ты сверхдушу не обманешь. Если на Бога полагаешься во всем, Он тебе даст правильную оценку в любом случае. Но если ты просто делаешь вид, что у тебя в сердце мир, ни хрена не получится. Потому что вот это вот не обманешь там внутри. Это невозможно одному. И так, видите, есть люди, которые могут помочь. Вот этот тут вот скажет. Олег Геннадьевич, а кто мне может вылечить? Кто меня может помочь? Вот здесь тебе скажет. Вот помолись, посиди, подумай. Вот здесь тебе скажет. Может, один человек выйти в другой, неизвестно. Вот здесь скажет. Никто. Олег Геннадьевич, кем мне работать? Какая у меня природа? Я провел это... Правильно, спасибо. Я провел такой эксперимент. Сказал человек, какая его природа, кем ему работать, как я чувствую, воспринимаю. Потом на следующий день я подошел к нему и сказал ему, вы уже пошли в этом направлении? Знаете, какой был ответ? Который я знал, что такой будет ответ. Человек мне сказал, что-то у меня возникли сомнения. Я тогда ему задал закономерный вопрос. А зачем вы меня спрашивали? Мне было интересно. Вот это хороший прикол, да? Есть вещи, которые никто не сможет помочь. Олег Геннадьевич, какую мне девушку замуж взять? Вот эту. Дальше что будет? Ничего не будет. Знаете, о чем я говорю? Что есть вещи, которые самому надо сдавать. Кем мне работать? Как мне жить? Сам сдай этот экзамен. Никто тебе не поможет снаружи. За кого замуж выйти? Кто мой наставник? Какая моя вера? Никто не знает. Ищи. Двигайся вперед, изучай. Установи отношения с этой штукой. Это называется внутренняя жизнь. Ради нее все священные писания написаны. И, пройдя еще немного, Франциск опять позвал брата Льва и сказал ему, «Запиши, что если бы мы были такими проповедниками, что дали духовное знание всем, кто его не знает, запиши, что и в этом не было бы радости совершенно». Смотрите, третий этап развития человека, да? Первый этап — мир в сердце. Примет праведной жизни. Человек живет ради этого примера. Он не то, что мужа хочет удивить или жену. Просто человек живет праведной жизнью, знает, что это точно приведет к счастью. И это приводит точно к счастью. Точно вот здесь мир в сердце наступает сразу, как только человек делает правильный поступок. Сразу попробуйте и увидите, что это работает. Просто жена приготовила мужа и не садится ждет, когда он спасибо скажет, а просто вот приготовила и все, чтобы он был счастлив и поел. Но женщине очень легко служить, очень трудно отдать свое служение. Она всегда ждет ответа назад. Мужчине очень трудно служить, но ему легко отдать. Видите, мужчине легко отдать. И он говорит, бери все. Мне ничего не жалко. Что тебе подарить? Может, этот рассвет у меня для тебя невозможного нет? Да? Что тебе подарю, человек мой дорогой? Как судьбу благодарить, что свела меня с тобой? Ну, то есть, мужчина, ему ничего не жалко вообще ради любви. А женщине жалко. Но она готова служить. Она легко может отдавать свою жизнь, себя. Ну, должок. И то, и другое означает, что мы не бескорыстные люди. Но смотрите, есть секрет. Если женщина готовит пищу, думая о Боге, то тогда в ее сердце входит способность просто отдать ее мужу. Потому что вот это вот, что взамен она получает во время приготовления. Когда женщина просто выполняет свой долг, она готовит для Бога, искренне, для удовлетворения Бога, мужу готовит. Она мужу готовит, но для удовлетворения Бога. То в этот момент, когда она так настроена для Бога, думает о Боге в это время, она получает возможность с радостью отдать то, что она приготовила. И это вызывает благодарность в сердце мужчины и вызывает силу в сердце женщины, которая приготовила. И он становится зависим от нее. Эта зависимость называется вера, верность. То есть, видите, настоящая любовь, она имеет природу нечеловеческую. Если между людьми есть Бог в жизни, он может проявляться не как алтарь, допустим, а просто как вера в отношения, или в то, что мы друг для друга созданы, что это не зря мы вместе, это уже присутствие Бога в отношениях. Люди осознали это, то тогда в этом случае они будут счастливы. Если они просто живут, даже вот смотрите, почему люди не расписываются? потому что они не верят в отношениях. Они хоть и говорят, мы же доверяем друг другу, поэтому не распишись. Если доверяете, идите распишитесь. Вывернулся как-то опять. Доверяйте, идите распишитесь. Но у нас другая философия. Здесь философия ни при чем. Понимаете? Есть только одна проблема. Или ты веришь, что Бог создал отношения, или ты даешь себе возможность потом кого-то другого взять. Вот в этом вся философия. Женщина думает, я не буду с ним расписываться, потому что он мне не предлагает. Тоже ему не верит. Тоже не верит по факту. А? А она значит, что делает? Она просто верит. Она верит Богу, что вот мне такой недоделанный достался не зря. не зря такой мне недоделанный достался. И она ему говорит, ты знаешь, я бы была очень счастлива, если бы у меня вот здесь вот было. Обручальное кольцо непростое украшение, двух сердец оно решение. Обручальное кольцо мужу. Это её сила, понимаешь, женщина, сила женщины в том, чтобы мужа доводить до кондиции. Мужчина — это разум жены, а женщина — это сердце мужа. Чем отличие? Отличие заключается в том, что разум без сердца жить не может. Сначала сердце, потом разум. Женщина, она ближе к Богу, поэтому все храмы женщинами наполнены. Женщина ближе к истине, но она не может идти вперёд сама. Мужская сила может двигаться вперёд, женская сила знает, куда идти. Поэтому первая обязанность женщины — это вдохновлять мужа на то, чтобы идти, куда надо. И поэтому, если женщина говорит, почему он сам мне не предлагает, потому что ты ему не помогла, узнай свою обязанность. Сколько раз надо искренне от сердца мужу это спеть про обручальное кольцо? Моя статистика показает примерно 50 раз. 50 раз на 50-й, где-то на 30-й он уже думает, что, наверное, не зря она об этом говорит. А на 50-й уже понимает, что вариантов нет, надо идти расписываться. Точно так же мужчина соглашается завести детей. Разумный мужчина знает, что ребёнок это для него дополнительная нагрузка. Поэтому женщина, когда ребёнок рождается, она получает высвобождение энергии счастья в своей жизни. Мужчина получает дополнительную нагрузку. Поэтому женщины обычно хотят детей, мужчины обычно думают. Бывает наоборот, мужчины бывают немножко такие, как бы, чуть-чуть. Он говорит, давай ещё одного. Она говорит, давай. И он получает. Ну нормально, так тоже хорошо. И то, и другое хорошо. Но факт остаётся фактом, что когда рождается ребёнок, мужчине становится тяжелее, женщине тоже тяжелее, но она больше испытывает счастье. А мужчина испытает счастье, когда он сможет сдать этот экзамен. Поэтому есть один способ хороший, как сделать так, чтобы мужчина захотел, чтобы ребёнка зачинать. Надо мужчину так беззаветно служить, женщине, так ему служить беззаветно, чтобы это желание его сердца стало неотвратимым. Точно так же, как мужчина идёт в ЗАГС по траурный марш, точно так же он соглашается, ну ладно, что делать, давай заводить ребёнка. убиваться некуда. Понятна система? Женщина должна доказать. Он не хочет. Ты заставил его захотеть. Женщина вдохновляющая сила, мужчина исполняющая сила. Он у меня пьёт. А ты сделала так, чтобы он не пил? Он изменяет. А ты как думаешь о нём? Если ты думаешь о нём как о верном человеке, твоём человеке, тогда ему трудно будет извинять. Если ты уверен, что всё, как бы этот человек твой, он исправится, тогда ему вообще невозможно будет извинять. Женщина обладает силой влияющей, а мужчина силой исполняющей. Есть исследования, которые показывают, что если женщина уважает очень сильно своего мужа, а он начальник в коллективе, то тогда ему легко управлять коллективом. А если она не уважает своего мужа, его все подчинённые не уважают. Это на подсознательном уровне происходит. Никто не может понять, как это происходит. Но факт остаётся фактом. Жена не уважает мужа, все его тоже не уважают. Хотя могут сделать вид, что уважают. Видите, женщина влияющая сила, мужчина исполняющая сила. Хочешь, чтобы муж изменился, служи ему так, чтобы он тебя начал уважать. Когда он начнёт тебя уважать, он будет тогда слушать тебя. И когда он начнёт слушать, говори ему то, что надо. Мягким, ласковым голосом. И всё, и он станет каким надо. В этом нет сомнения. Сначала надо вызвать доверие своим поведением, а потом уже словами спокойно, ненавязчиво, без навязчиво означает корысть. Почему мы друг другу говорим навязчиво? Почему ты меня не любишь? Это значит, ты хочешь эксплуатировать этого человека. А если женщина уже победила это желание эксплуатации, она поняла, что любовь принадлежит женщине, а не мужчине. Если женщина начинает любить мужчину, он отражает эту энергию любви. А если она его не любит, он ничего нечего отражать. ответственность или уважение это мужская энергия. Если мужчина сам не уважает женщину, она его не будет уважать. Если он уважительно к ней не относится, уважительно означает позволять женщине быть эмоциональной, каблучить, истерики катать, делать глупости. Ну да, ну купила я себе это платье, ну и что можно сделать теперь с этим? Мужчина думает, ничего, хорошее платье, классно, будем зубами стучать месяц, все нормально. Может, кривит возьмем? Нет, не будем брать кривит, будем зубами стучать. Все, отлично, она довольна, постучим зубами, зато платье есть, хорошее. Видите, это мужчина, мужское поведение, он доволен всем, он со всем согласен, все нормально, проблем нет. И это означает уважение к женщине, уважает женскую природу, что она имеет право на такое поведение. Все, это женщина будет уважать сразу, она скажет, потому что женщина уважает отражая. Любая женщина склонна уважать мужчину, так же, как любой мужчина склонен, склонен любить. Но для этого женщина должна любовь свою отдавать постоянно, что очень трудно, потому что женщине хочется, чтобы её любили. А так как она источником любви является, она должна её отдавать, а не хотеть себе. Точно так же мужчина должен отдавать ответственность или уважение к женщине, и тогда она начнёт естественным образом его уважать. А мужчине хочется, чтобы его уважали. Понимаете, нам всего хочется того, что мы сами должны делать. В этом прикол заключается. Так, видите, есть третий ещё уровень счастья, который мало кому доступен вообще. Это третий уровень счастья, я сейчас объясню, как он действует. Есть две судьбы у человека. Две судьбы. Первая судьба даётся в результате наших поступков прошлых жизней, поступков и желаний. Создаётся судьба, к которой мы идём. Это дорога. Это не значит, что всё должно происходить так, как в этой судьбе намечено. Это значит, что если ты не сдал экзамен, значит, произойдёт. А если сдал, значит, ты сможешь это преодолеть. Это не произойдёт. Понимаете, эта дорога не то, что она фатализм какой-то. Есть фатализм в рождении и в смерти, и в некоторых вехах жизни, но в самой судьбе нет фатализма. Есть непреодолимая карма какие-то этапы жизни, непреодолимые. Ты потому что непреодолимые, что нельзя ничего сделать, просто ты не можешь сейчас, у тебя нет силы. Потому что для святых людей нет ничего непреодолимого. Они даже время своей смерти могут поменять, день смерти могут поменять святые люди. Нет ничего преодолимого. Я в Индии был в одном месте, в Южной Индии, называется Шри Ранган, такой храмовый огромный комплекс десятки километров. И там есть один святой, он жил где-то 800 лет назад, замальзамированный святой, вот так вот у него рука стоит. Ну в бальзаме, в таком толстом слое бальзама сидит человек, вот так вот руку держит. Его зовут Рамануджа Ачари. И как он уходил, в летописях описано, что в день своего ухода он знал момент своей смерти, дату смерти. И это тоже признак святости, кстати. Сергей Радонежский тоже лег в гроб перед тем, как ему тело оставить. Это известный факт, что так святые люди могут делать, знать свое время ухода. Он сказал, что завтра у нас будет последняя лекция. Кто ничего не понял, все пришли, он начал рассказывать и говорит, а сейчас я вас оставляю, вы уже получили все мои наставления. И они говорят, нет, пожалуйста, еще один день наставления. он говорит, хорошо, хорошо. И 24 часа непрерывно давал знания своим ученикам. А потом, когда эти 24 часа закончились, он вот так ручку поднял, улыбнулся и тю-тю, оставил тело в таком положении. Весело, да? Перед тем, как оставить тело, он сказал, еще несколько тысяч лет я буду приходить в это тело, как только у вас появится желание иметь на тонком плане со мной отношения. И потом раз и оставил тело. И он сказал, что вы будете видеть признаки того, что я прихожу. Знаете, каким признаком является? Ему раз в месяц остерегают ногти. 800 лет подряд уже. Весело, да? Так вот, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что есть люди, которые живут второй судьбой. Не такой, как мы, а второй судьбой, которая дается как миссия. Понимаете, есть экзамен, то есть вынужденная жизнь. Мы живем вынужденной жизнью, мы простые люди. А есть люди, которые побеждают свою вынужденную жизнь или свою судьбу и уже живут, потому что у них есть миссия в этой жизни. У нас у каждого есть миссия, у каждого. Мы можем сдать свои экзамены в этой жизни, идти дорогой миссии, как мать Тереза это сделал, она женщина, но она жила своей миссией, своими экзаменами. В ней не было судьбы, не была миссия от Бога. Это человек от Бога, понимаете, и такие люди называются проповедниками. Те люди, которые дают другим знания, как жить. я сейчас не про себя говорю, попытайтесь понять, что у меня судьба есть, я знаю, она меня бьет по башке, хорошо, но я говорю сейчас о тех людях, которые такой силой обладают, духовной силой. Это необычные люди, один момент, одна секунда контакта с такими людьми меняет полностью жизнь. Есть летописи, показывающие рассказ, как Серафим Саровский, он ни с кем не глаза и у них жизнь полностью менялась. Они когда видели его глаза, все до свидания, несчастная судьба, то есть они получали полное знание, как жить в сердце, понимаете, то есть я об этом говорю, что видите, здесь Святой Франциск сказал, что если даже мы были бы такими людьми, в этом бы не было радости совершенно, тогда брат Лев немножко припух. И он сказал, в чем же брат Франциск радость-то совершенная, тогда непонятно совершенно. И вот Франциск интересную вещь ответил, с которой мы начали нашу лекцию. Он сказал, а вот в чем, в том, если бы когда мы придем в Парцан-Кюль, грязные, мокрые, окоченелые от холода и голодные и попросим пустить нас, а привратник скажет нам, что вы бродяги шатаетесь по цвету, соблазняете народ, крадете милости небедны, убирайтесь отсюда и побьет нас. И когда мы избитые, покалеченные, под сильным дождем, представлять картину, осень, дождь сильный, холодно, ляжем под деревом, перед этим, вот интересно он сказал. Если мы тогда не обидимся и со смирением любовью подумаем, что привратник прав, а потом побитые пойдем ляжем под деревом, переночуем под ним и когда проснемся, будем чувствовать, что все, что произошло, это правильно, правильно все, что с нами произошло, что сам Бог внушил ему так поступить с нами, и мокрые, голодные пробудем снегу и воде до утра без ропота на привратника и судьбу, тогда брат лев, только тогда мы поймем, что такое радость совершенная. И это касается каждого из нас. Вот эта последняя фраза уже не для все выше и выше и выше, это касается каждого человека в тот момент, человек вот сейчас поймете, что моя судьба вот так складывается, правильно, сразу немедленно появится сначала радость в сердце, а потом знание, что делать. Прямо сразу же это произойдет в эту секунду. Есть только одна проблема, мы в это не верим. Вот из-за этой проблемы мы и страдаем. Какие-то есть вопросы? Я тему раскрыл? я надеюсь. Может быть не полностью. Кто-то что-то хочет спросить. Да? Есть микрофончик, да? Вопрос можно сказать? Да, конечно, я жду. вопрос. Добрый вечер, Геннадьевич, спасибо большое, что вы к вам приехали. Встреча для меня, думаю, здесь больше знаков, события украины для меня точно вырос. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТОМ исполняю все задачи. Действия в отношении партнеров и сотрудников. Но всегда наступает момент, когда задачи начинают внести под собой обман, несправедливость, ложные обещания и тому подобное. моя психика и я сам очень сильно реагирую на это все. С собой ничего не могу поделать, начинается отвращение у тех людей, которые уваждают на эти поступки и одновременно страдают их. Ну и тяжело несправедливо поступать. Выговариваю им все как есть, что это несправедливо, что это неправильно, и через некоторое время находится работа, которая откроет им выше. То есть если вы вышли, получается выше. Так сейчас работаю генеральным директором небольшой строительной компании, где одновременно являюсь учредителем 45% приступил к управлению компании с большими сотрудниками и дорогами выписаться и уже все исправил благодаря нашему нужному и профессиональному коллективу. Но опять столкнулся с той же проблемой. Мой старший учредитель Александр... Тихо, слушаем, любим, любим человека через слушание всегда. Слушаем, значит любим, не слушаем, не любим. Договор, который заведомо не выполнен по срокам, да и такими проектами мы не занимались. И вряд ли с этим решить этот проект. Но я знаю, что это отразится очень негативно. Мне кажется, что я могу служить своим подчиненным лучше чаю своим подчиненным и пряникам. И хорошее отношение и зарплату. Всегда работают с красным за что им благодаря. А сроки доходят до распространения мои подчиненным предложения я уже понял ваше... Я уже понял ваш вопрос. Спасибо вам большое. Я первое хочу сказать, я вам очень благодарен за ваши слова. Потому что когда Бог действует между людьми, это всегда очень приятно. Но честно говоря, я не знаю, как я спал с вашей семьей. Потому что я вас первый раз вижу. Я думаю, что это кто-то другой сделал. Потому что когда мне говорят Олег Геннадьевич, вы во сне ко мне приходили и сказали мне как мне действовать, я знаю точно, что не приходил. Потому что я в юности, когда мне было 20 лет, тренировался чувствовать себя во сне и кому-то приходить. Единственное, что я делал, это народ пугал просто. Все. То есть у меня не было желания во сне правду им говорить. Просто я издевался над народом, пугал их во сне и все. Это я себя помню, как я во сне к кому-то приходил. Но когда мне говорят, что я приходил во сне и сказал правду, это все помогло, это не ко мне. Вопрос не ко мне. Я сейчас скажу кому. Вот смотрите, когда мы иногда сталкиваемся с этой личностью, иногда сталкиваемся. но чаще всего она скрыто действует в нашей жизни через кого-то. У меня был такой случай, я всегда рассказываю в жизни. Я прошу жену, чтобы она меня подняла с постели, после обеда я где-то минут на 10 укладываюсь. У меня есть разные способы отдыхать. Я отдыхаю лежа, некоторые отдыхают двигаясь, некоторые отдыхают сидя. У всех по-разному, зависит от конституции. я отдыхаю лежа. Но мне надо вовремя поднять, иначе поверхностный сон, если переходит в глубокий, то день испорчен. Поэтому важно поднять человека вовремя, чтобы он не отдыхал лежа слишком долго. Поэтому я прошу жену, подними меня, пожалуйста, через 15 минут. Она говорит, хорошо. И не раз произошел такой интересный случай. моя жена мне сказала ласковым голосом, вставай уже пора. Я встал и подошел к ней и сказал, спасибо, что подняла. Она мне сказала, я забыла. Извини, я забыла. У меня вопрос, кто сказал ласковые слова? Нет, не наша душа. Сверх душа. Сверх душа, она в виде Олега Геннадьевича приходит во сне и рассказывает, как жить. Она же помогла сохранить семью. Я просто выполняю долг свой. И каждый раз, когда я на лекции уезжаю, мне жена всегда говорит, не забывай, что ты просто переводчик. Сидишь рядом, переводишь. Ты говоришь не сам, ты говоришь, от имени своего наставника. Не забывай, это очень важно. Не забывай, это пожалуйста. Итак, это первое, что я хочу вам сказать, что я вам очень благодарен, что между нами Бог что-то сделал. Это для меня очень ценно, для меня очень важно, потому что я всегда хочу через вас иметь с ним дело. И с вами поэтому тоже. Вот ваш вопрос также мне понятен, потому что когда вы читали мне тоже вот здесь сердце, я почувствовал четко, что значит, что это за ответ. Он состоит из двух вещей. Первая вещь, это то, что начальник, какой бы он ни был, является представителем Бога. и если он ведет со мной себя, ведет злую игру через меня, то это тоже, это означает тоже одну вещь, что я должен смиренно к этому относиться. Принять или не принимать, это другой вопрос. Но ненависть и злоба это другое. Я должен уважать то, что мне Бог дал. Вот мне Бог дал жить в такой стране, в которой я живу. В этой стране есть такие законы. И это почему я здесь живу, а потому что я вот этого только заслужил. Есть интересный такой момент в ведах, что если бы все жители страны с верой настроились на правителя, тогда правитель немедленно бы изменился и стал лучше. Но когда все жители страны думают плохо о своем правителе, происходит то же самое, только в другую сторону. ответ очень простой, за что боролся, на то и напоролся. Если какаешь на своего правителя, значит, получишь один результат, если думаешь о хорошем в нем, получаешь другой результат. И это касается лично лично в твоих отношений с властью. Вот если ты хорошо о властях думаешь, тебе будут попадаться такие представители власти, которые будут в жизни тебе помогать, а если плохо думаешь, что попадутся все остальные. я экспериментировал, допустим, есть же простой пример, встретиться с представителями власти, это рыбалка. То есть ты едешь по дороге просто на машине и подозреваешь, что кто-то сейчас будет рыбачить. Достает маленький спиннинг, такой большой полосатый спиннинг, и ловись рыбка большая и маленькая. Вырбачит просто человек, ловит рыбку. Вот а ты рыбка, вот это самое. Интересно знать, что если ты едешь и просто настраиваешься на хорошее в этом человеке, он рыбку не дергает, она проезжает мимо. А если ты думаешь о, рыбку ловит скотина, то он сразу тебя и останавливает потом. Попробуйте проэкспериметрию. Да? Ну вы можете назвать как угодно, мы не будем термином какой-то религии называть здесь, потому что у нас правственная нерелигиозная беседа. Если мы были все буддистами, мы бы сейчас так назвали, но есть разные люди здесь и разных вер, и если я буду называть что-то какими-то терминами, то я буду осквернять чувства этих людей. Понятно? Можете называть как угодно, но я это назвал так, как все понимают. Это вторая судьба или миссия человека, то, что от Бога ему дается. Можно это назвать вторым рождением, инициацией. Я назвал это так, чтобы все поняли. Хорошо? Имею на это право.